Полив плодовых деревьев. Любое растение в теплое время года нуждается во влаге. Деревья не являются исключением и также требуют полива. Полив плодовых деревьев – очень важное мероприятие, пренебрегать которым не стоит. Однако перед тем, как увлажнять почву около ствола, необходимо ознакомиться с основными правилами полива, чтобы не навредить насаждениям. Молодой саженец нуждается в поливе непосредственно при посадке. В дальнейшем систематическое увлажнение почвы позволит молодому деревцу быстро прижиться, правильно развиваться и подготовиться к формированию первых плодов. Поливая плодоносящие деревья, можно добиться обильного и качественного урожая. Полив да и после цветения плодовых. Как только наступает весна, следует заняться своим садом. Весенний полив не менее важен, чем летний. Специалисты разработали ряд рекомендаций относительно сроков весеннего и летнего полива, которые помогут неопытным садоводам правильно. И своевременно увлажнять почву около стволов плодовых деревьев. В середине весны, когда начинают распускаться почки, деревья нуждаются во влаге. В данном случае важно увлажнять приствольный круг, не дожидаясь, когда начнут появляться листья и растение начнет цвести. Полив цветущих деревьев Следующий полив фруктовых деревьев потребуется провести спустя 14 дней после того, как закончится цветение. Что поможет избежать опадания завязи вследствие сухости грунта. За несколько недель до начала сбора урожая сад нужно заливать водой в третий раз. В засушливой местности специалисты советуют проводить промежуточные поливы. Придерживаясь основных рекомендаций относительно полива плодовых деревьев, можно получить увесистый и качественный урожай. Совет. Молодым деревьям требуется более редкое увлажнение почвы, нежели взрослым. Частые поливы могут поспособствовать продолжительному росту побегов, что не даст им достичь полного вызревания и спровоцирует промерзание в зимний период. Сколько воды нужно вносить под ствол за раз, чтобы не вызвать гниение корней. Очень важно при увлажнении соблюдать нормы полива, они меняются в зависимости от возраста культуры, саженцам вполне достаточно внести около 40-45 литров воды. Пятилетним деревьям потребуется более 60 литров для полива. Десятилетние насаждения нуждаются в 130-150 литров воды. Старые деревья требуют по 40 литров воды на каждый квартал. М околоствольного круга. Помимо соблюдения норм необходимо принимать во внимание и состав грунта на садовом участке. При песчаной почве специалисты рекомендуют увеличивать количество поливов, однако немного снизить количество выливаемой под ствол воды за раз. Для глинистого субстрата, наоборот, за один подход залить большее количество воды, нежели указано в норме, и снижать количество дождеваний. Также стоит обращать внимание на ландшафтную особенность садового участка. На склонах вода быстро стекает и культура может недополучать влагу. На склонах вода быстро стекает полив при пересадке деревьев. После пересадки саженца очень важно его полить. В данном случае абсолютно не имеет значения, в какое время года была произведена пересадка. Первое орошение почвы около ствола деревца способствует насыщению саженца влагой и уплотнению грунта вокруг корня культуры. Именно поэтому недопустимо просто вылить воду из ведра под саженец и наблюдать, как она растекается по всему участку. Специалисты рекомендуют установить вблизи деревца разбрызгиватели и при небольшом напоре оставить его работать около 1-2 часов. Очень важно предварительно отрегулировать зону, в которую будет подаваться вода. Она не должна разбрызгиваться дальше приствольного круга. В случаях, когда вблизи нет водопровода, можно полить деревце, используя лейку. Для этого потребуется под саженец вылить те же два ведра воды. Саженца плодовых деревьев поливая саженцы при пересадке, важно соблюдать следующие рекомендации, в случае, когда после посадки погода выдается жаркой и дождей не наблюдается, очень важно систематически самостоятельно увлажнять почву под стволом деревца. До того момента, пока грунт в посадочных ямах не станет плотным, лучше проводить полив с помощью разбрызгивателя. Затем можно будет просто поливать саженца из шланга. Если игнорировать полив, в засушливый период саженец не приживется. При умеренно дождливой погоде полив растений требуется исключительно при сильном пересыхании грунта. В дождливый период природа самостоятельно справится с увлажнением почвы. В первые месяцы после того, как была проведена посадка, рекомендуется поливать культуру каждые 5-7 дней, включая разбрызгиватель на 90-120 минут при небольшом напоре. Совет. Перед высадкой молодых деревьев очень важно обмакивать их корневую систему в болтушку из чернозема и коровяка. Данная смесь предохраняет корни от высыхания. Как только культура была высажена, следует соорудить по окружности деревца лунку, равную диаметру ямы. Поверхность дна лунки следует расправить, что позволит воде равномерно распределиться по яме. Первый раз саженец заливается тремя-четырьмя ведрами воды. Полив саженца сразу же после пересадки позволяет обволакивать грунтом корни и способствует их оседанию. Как только вода впитывается грунтом, приствольный круг взрыхляется и мульчируется навозом или перепревшей соломой. При отсутствии подобных материалов можно просто присыпать поверхность сухой почвой. Полив летом. Большинство начинающих садоводов интересует вопрос, как часто поливать фруктовые деревья летом. Жарким летом любое растение нуждается в обильном поливе. Деревья не являются исключением. Именно летом они активно растут, происходит формирование урожая и закладка цветовых почек на следующий год. Влажность грунта в этот период следует держать под контролем постоянно. Полив фруктовых деревьев. Как часто поливать плодовые деревья летом, чтобы не нанести растениям вреда. Существует ряд рекомендаций, которых обязательно следует придерживаться. Яблони и груши. Рекомендуемый срок полива летом. Груши и яблони, находящиеся в периоде плодоношения, нуждаются в обильном поливе в начале лета, 50 июня. Во второй раз залить деревце уже в 15-20 числах июля, чтобы поспособствовать наливу плодов и закладке цветочных почек. Фрукт в данном случае вырастет сочным и крупным. В следующий раз заливаются яблони и груши в последних числах августа. Особенно важен третий этап увлажнения при продолжительной засушливой погоде. Сливы, вишни и черешни, рекомендуемые сроки летнего полива, впервые после весны плодовые деревья обильно заливаются водой в первых числах июня. Холодный грунт необходимо залить прохладной водой. В середине июня деревья поливаются водой, которая содержит мел, 3 стакана. Лист на 10 литров жидкости. Это поможет не только увлажнить грунт, но и избежать обильного опадания завязей. Важно! Вода, предназначенная для полива, должна быть прогрета в течение суток. Для этого достаточно набранную в бочке жидкость оставить под открытыми солнечными лучами. Теплая вода отлично усваивается корневой системой. Однако перед поливом важно потрогать воду, чтобы не допустить попадания горячей жидкости на корневую систему растения. Лучше поливать обильнее и реже, нежели ежедневно, но маленькими дозами. Помимо этого рекомендуется обязательно разрыхлять околоствольную почву с помощью тяпки, чтобы не образовалась твердая корочка. Целесообразно подстраиваться под погодные условия и поливать плодовые деревья во время дождя. Это способствует физиологическому принятию влаги, культура будет расти более активно, нежели при поливе в солнечные дни. Не стоит надеяться на естественный полив. Короткие летние дожди не способны в полной мере насытить деревья, растущие на садовом участке, влагой. Как правильно поливать деревья летом чем старше растения, тем обильнее его следует заливать. Существует несколько способов для проведения полива – поверхностный. В данном случае подразумевается заливание приствольных кругов. Для такого способа потребуется углубление вокруг стволов с бортиками, напоминающими по виду чаши. Показатели диаметра с каждым годом меняются в зависимости от диаметра кроны. Если деревья растут близко, можно вырыть борозды шириной 25 см и с помощью шланга наполнить их водой. После того, как жидкость впитается, можно засыпать борозды. Метод дождевания, который позволяет увлажнить не только грунт, зеленую массу, но и воздух около насаждений. В данном случае важную роль играет обеспечение постоянного напора воды, разбрызгивающейся по типу водных взвесей. Дождевание отлично проводится на склонах. Оно не способствует размыванию верхнего слоя грунта, который считается наиболее плодородным. Единственным недостатком метода считается затратность, так как приходится приобретать специальное оборудование. Поливочный инвентарь в дальнейшем окупит себя, помогая добиться большего урожая фруктов. Метод дождевания – способ подпочвенного орошения, когда вода подается по проложенной в земле трубе непосредственно к корню растения. Преимуществом данной методики считается экономия воды, расход сокращается почти на 60%. Однако чтобы проложить трубы, потребуется не только финансы, но и физическая сила. Поливая данным методом, можно не беспокоиться о нарезании борозд и рыхлении почвы. Благодаря систематическому летнему поливу можно обеспечить насаждение минеральными элементами и влагой. Однако важно следить, чтобы грунт был всего лишь влажным, а не заболоченным. В противном случае корневая система задохнется от влаги. Дополнительные правила полива и рекомендации. Поливая тот или иной кустарник дождевыми установками, необходимо контролировать время, чтобы не переувлажнять почву. Это может спровоцировать гниение корневой системы и гибель насаждений. Как правило, свидетельствовать о проблемах с корнями будет усыхающая распустившаяся листва. Как только появились подобные признаки, необходимо в срочном порядке взрыхлить грунт по кругу ствола. При избытке воды это облегчит доступ воздушных масс к корневой системе и насаждением будет дана возможность восстановиться. На второй год после пересадки растения его необходимо поливать по необходимости. Способ полива не зависит от срока созревания плодов. При длительном отсутствии природных осадков можно увлажнять грунт чаще, нежели указано в рекомендуемых сроках. Важным показателем для срочного залива грунта станет сильная сухость земли, если ее копнуть лопатой. Сильная сухость земли способ дождевания очень удобен для увлажнения саженцев в жаркую и засушливую погоду. Поливать таким образом растения следует в пасмурные дни, до восхода солнца или в вечерние часы. При дождевании под знойным солнцем капли воды будут способствовать фокусированию солнечного света и зеленая масса насаждений получит ожоги. Солнечный жар наносит непоправимый вред влажному растению. Дождевание часто проводят весной для профилактики перед возможным возвращением заморозков. Подобная обработка позволяет увеличить устойчивость кроны без листвы перед резким температурным перепадом. Лучше всего в целях профилактики заливать растения на протяжении одной ночи до наступления рассвета. Процесс долгий, но очень полезный. Взрослым деревьям, возраст которых превышает 15 лет, нужно не только орошение, но и одновременная подкормка. Лучше всего сделать глубокие отверстия в грунте и засыпанные вглубь удобрения покрыть почвой. Установив дождевальные установки можно подключать воду. Очень важно, чтобы вода равномерно распределилась по околоствольному углублению. Также можно внести органическое удобрение, расположив его в выкопанной траншеи по периметру околоствольной окружности. Заложенный в траншею навоз следует прикрыть слоем почвы. Полив после этого стоит выполнить или с помощью лейки, или методом дождевания. Своевременный и правильный полив саженцев поможет вырастить здоровое деревце, которое порадует хорошим качественным урожаем и не будет подвержено большинству недугов.